всем привет ребят ну что многие из вас задрачивают и спрашивают какие героев брать в основу какие герои брать брейды какие героев брать на битву гильдии я решил вам сделать видосы по героям которых я использую которые на сегодня актуальны которые на сегодня топовые для битвы гильдий мы сейчас разберем и так вкратце покажу сборки покажу варианты многие герои можно с донатом собрать на максималке и можно одним героем проходить некоторыми можно там в пачке связках юзость я просто вам покажу те герои которых можно качать а вы уже кому интересно зайдите плейлист битвы гильдий у меня там я выкидываю разные видосы прохождения разными героями разными вариантами но на сегодня с каждой 1 все проще 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 проходить битву гильдии особенно если у вас есть супер питомцы если у вас нормальные супер под и вы можете не париться думаю насчет битвы гильдии вообще над разными вариантами в общем поехали я соберу то что надо качать по возможности и но она более-менее универсально я не буду ставить там некоторых героев потому что ну они принципе есть за неимением их есть другие герои которые заменяют друг друга поэтому я вам покажу самые сочные топовые варианты что используется и к и которые будут актуальны практически везде ну первую очередь это конечно же у нас варжей я сейчас вам покажу героя потом покажу сборки варжей я не знаю для отхила и можно и записывать то есть вариантов очень много для атаки в принципе я его использую хотя можно его не использовать так как он не бьет здание он бьет в основном юнитом он бьет и героя но польза то что он отхиливает некоторых ситуациях если его правильно топово собрать он просто не убиваемый супер питомцем может даже соло проходить дальше у нас идет конечно же феникс он на некоторых базах выносит до 100 процентов если там дырочные такие тоже есть на некоторых до 50 этот герой если его правильно собрать поможет половину базы уничтожить если вы половину базы уничтожили вы можете соответственно резнуть его еще раз и он еще раз снесут если пройдет дальше дальше оккультис точно так же как и в варжей он не до махер по зданиям но им можно зависнуть он превращает входящую урон в отхил топовый герой на сегодня для многих пвп локации в том числе для битвы гильдий зефир но думаю тут нечего рассказывать правильная сборка зефира донатная можно соло проходить некоторых вариантов соло нельзя проходить но он актуален и на сегодня и будет думаю еще некоторое время актуален на битве гильдий землерой к принципе в атаке я ее использую на сардельки на бездонатных аккаунтах она однозначно плюс блокирует вражеские герои мне даяем возможности использовать их не менее при хорошем воодушевлении заряди она может заблокировать и фрей и космо там и прочих смотря какая у вас прокачка но этот герой что на дефе что на атаке актуален мы сейчас конкретно говорим про атаку потом я вам расскажу еще какие герои нужно качать для дефа у фрея тут бесспорно один из топовых тоже вариантов для атаки ну для дефа они сливаются не знаю для дефа почему ее ставят некоторым до этого мы тоже дадим для атаки до анубис для слива юнитов однозначно до космо для атаки ну я считаю что нету смысла потому что он не сливается он не рандомно бьет такой себе персонаж огник да думаю даже рассказывать не буду махатма тоже да посмотрите плейлист тоже очень офигенный герой для отхила сед на дерево думаю для атаки тоже нет смысла вам рассказывать почему дальше ронин однозначно да посмотрю у меня многие герои нету я их просто не использую они бессмысленны ну минотавр это и так понятно капитан дрейк для добивочки но некоторые шару используют он на сегодня малыша не к тоже думаю многие используют сейчас посмотрю чем еще такое есть по героям того можно поставить но я думаю тут остальные уже такое вспомогательные герои то есть плюс-пинус то есть если у вас есть эти герои остальные герои в принципе особо не нужны будут а мэрии ну такое мэрии честно говоря для некоторых бар тоже то есть это такие герои которые мега донатные но они не несут столько пользы то есть вот у вас по сути топ-15 героев которых можно использовать и которых нужно использовать которые должны быть у вас в алтаре отсюда можно принципе убрать малыша ника там кто донат поставить барда ну я его тоже показывал можно поставить мэри можно поставить бугимена зависимости от того конечно какой у вас там то там фобуса и прочее но малышник для добивания зданий либо тоже самое командора она будет даже лучше чем малышник если вы ее сделаете на уклонение плюс супер питомец на может соло выносить до 100 процентов базы просто есть нюансы она не по всей карте бьет дрейк бьет по всей карте вот даже такой вот вариант будет лучше всего это топ-15 героев которые в принципе в разных связках будут тащить то есть зефир огник ронин фрея это те герои которые ушатывают но если их брать в комплексе любую базу минотавр он один может соло ушатать но есть моменты когда минотавр не добежит дрейк командора там малышник для добивания ну и конечно же дерево седна для леса нубис для того чтобы убрать юнитом однозначно он один из топовых но если у вас есть зефир зефир тоже на сегодня очень круто убивает феникс махатма они зональная классная атака не бьют по всей карте землеройка топовые в плане блокировки то есть в плане атаки он реально будет хорош поехали для дефа покажу еще такой вариант потому что многие спрашивают кого ставить надо кого допустим я оставлю или ставил или ставлю ну естественно чтобы был смотритель желательно зеленые или красные на сегодня самые топовые самые интересные ставят в основном авто прокеров однозначно для дефа фрэнк против вронинов противные героев наносит много дамара это один из топовых героев на сегодня некоторые ставят огненька но я последнее время огненька даже не ставлю потому что он не бьет авто проком да он классный все но от него нету столько пользы как от некоторых других фрея на фрейм могут у вас зависнуть тоже однозначно такое знаете себя землеройка однозначно до блокировка всех героев талантов там и прочего не миссает однозначно плюс зефир пробивание брони авто прок однозначно плюс трилог уменьшение отхила авто прок стан забор энергии однозначно до ворожай отхил снятия негативных вафов однозначно да дальше дальше у нас это топ-5 такие героев дальше у нас возможные разные варианты можно поставить бугемана тоже авто прокер тоже дамажит дофига можно поставить феникса для зеленого смотра зональный урон хоть он и не авто прокер но потом если включается и сажевым может просто тупо пачку заморозить всю ее просто на нихрена не сделает мои многие ставят не знаю я тоже ставил пробовал на себя сейчас она больше показывает себя лучше всего против за пределе против определенные герой у которых есть ограничения но на дефи она тоже смотрится барт превращение урона в отхилл отхилл тоже однозначно плюс фоба тоже очень классный герой который блокирует за уменьшает набор энергии в дефе просто чудесно смотрится оккультист ну я не знаю да в с оккультистом реально сложно ведь особенно если у вас топовый деф зачастую я уже показывал связки героев что атака фартов что битва гильдий реально хрен сольешь а ну без для дефан смотря какой у вас топ топах я не знаю но без уже не то там он уже не тащить я попробую еще сделать давную максимальную сборку может что-то получится но пока смысла скажем так особо осурик если включится если будет у вас он с уклонениями его реально тоже очень сложно слить но в большинстве случаев я не знаю про и я уже говорил и он дав я не советую да она будет против мелких вроде спасать но большинстве случаев на ней просто зависает поэтому для дав она ну такое чтобы еще сюда такое поставить добавить таких интересных героев вроде в принципе есть такие герои все сейчас еще посмотрю кто еще интересен в этот самые такие топовые востребованные герои некоторых есть нюансы смотря какой у вас топ любую базу можно пройти поэтому можете не париться я иногда ставил даже кроме для отражалки он плюс усиляет еще на атаку зачастую герои сливались потому что ускоряет их мешание но не знаю бессмысленно это тоже бессмысленно гулянт такое себе с маленьком и дура наверное больше вот такой вот вариант либо хрон посему косма и не знаю многие ставят нуль по отражалка косма улетает без давного варианта косма сливается очень быстро тоже такое себе мохатма как вариант варианты как бы очень много но самое востребованное будет пусть будет вот такой вот топ 15 для дефа что по сборкам какие актуальные сборки мэрия а вам просто покажу что у меня есть вы уже дальше смотрите обзоры бугич вот такой вот вариант плюс водушка супер сила ворожай огненка водушка сеска у понятного уклонения по максимуму вот ворожая культист стрелок такой вариант зефир я с огненькой везде использую плюс этот землеройка подушка сска хватает с голубой командора здесь собрана на атаку если на добивание ассурик с ассурик я вам недавно обзор сделал фрея пакт либо стойкость маской не знаю маска я вам показывал обзор маска на сегодня не особо актуально афник огненка со недомогание фрей тоже там с недомоганием сед на вариант либо жива либо такой вариант плюс ремка чтобы включилась либо жива плюс ремка дерево аналогично оживо ремка родин кучу сборок вам разных показал смотрите родины в разных вариациях хороши малыш ник на так собран надо будет супер силу поставить потестировать в принципе вроде я таких вам всех показал героев самых востребованных бард какая сборка это мешание у нас то есть сборки я героя вам уже показывал заходите на стримы смотрите там наиболее часто прописано спрашиваете на стримах напишите в кафте леву по возможности отвечаю потому что много всякой стране много пишут я не успеваю все в общем такой вот ребятушки топ героев востребованных на сегодня героя у нас свыше сколько там уже свыше 100 или свыше 197 ну вот будет около 100 не удивлюсь если ведут три героя под новый год подарок бонус принципе все какие есть вопросы пишите в комментариях постараюсь вам под этим видосом ответить ставьте лайки пишите каких вы какие куда вы еще сборки хотите увидеть всем удачи всем пока пишите комментарии